Новая война. Возможен ли ядерный конфликт между США и Ираном? 14 мая 2019 года. Газета.РУ. Новая война. Возможен ли ядерный конфликт между США и Ираном? Источник изображения. Газета.РУ. Пойдут ли США войной на Иран? Противостояние Ирана и США в последнее время достигло своей высшей точки, и вполне возможно, что Вашингтон решится на военное решение иранской проблемы. При этом военно-технической мощи Тегерана на данном этапе явно недостаточно, чтобы эффективно противостоять такому сопернику, как США. Остается ли шанс у Ирана в этих условиях выстоять у военной конфронтации с Вашингтоном? проанализировал военный обозреватель газеты РУ. Михаил Ходоренок. В связи с очередным резким обострением взаимоотношений между Тегераном и Вашингтоном в перспективе не следует исключать ракетно-авиационных ударов со стороны США по Ирану, поскольку все остальные меры воздействия Белого дома на Тегеран, похоже, исчерпаны, и других вариантов разрешения возникших американо-иранских противоречий, кроме военных, у Вашингтона не осталось. Вместе с тем к оперативному развертыванию войск, сил, на театре военных действий, то есть к созданию необходимых группировок и их соответствующему оперативному построению, Соединенные Штаты еще и не приступали. А имеющихся в регионе сил и средств у Пентагона для результативного удара по Ирану пока явно недостаточно. Поэтому о предстоящих военных действиях между Вашингтоном и Тегераном пока можно рассуждать только гипотетически. Возможные действия США Администрация Дональда Трампа видит в Иране главную угрозу региональной безопасности и стабильности на Ближнем и Среднем Востоке. Союзники США в этом взрывоопасном регионе Израиля и Саудовская Аравия считают Иран своим главным врагом. Наконец, Вашингтон, Тель-Авив и Эр-Лиад подозревают Иран в разработке ядерного оружия. Поэтому основная военно-политическая цель США и их союзников резкое ослабление роли Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, устранение его с политической сцены как регионального лидера и лишение Тегерана даже и гипотетической возможности обладания ядерным оружием. Эта цель может быть достигнута решением следующих задач нарушением государственного и военного управления Исламской Республики Иран, разрушением ее военного и экономического потенциала, в первую очередь уничтожением предприятий и атомной промышленности этой страны, нанесением поражения военно-воздушным силам, ракетным войскам, группировкам военно-морских сил и сухопутных войск. В этом случае только точечными ударами ВС США по объектам атомной промышленности Исламской Республики явно не обойтись, поскольку велика будет вероятность ответных действий Ирана по союзникам США в регионе, нефтяным и газовым терминалам государств монархии Персидского залива, возможной блокаде Армузского пролива. Поэтому Соединенным Штатом для усмирения Ирана придется проводить практически полномасштабную стратегическую воздушно-космическую операцию с привлечением значительной части своих военно-воздушных и военно-морских сил. Есть все основания полагать, что по форме это будет один из вариантов быстрого глобального удара, но только в рамках ближней средневосточного региона. В этом случае вооруженным силам США придется уничтожить авиацию, флот и ракетные войска Ирана на земле, на море и в воздухе, поразить резервы, возможные воздушные и морские десанты противника, а также прикрыть собственные войска, силы, от ударов средств воздушного нападения и воздушной разведки Исламской Республики. Нет сомнения, что в самом первом ракетно-авиационном ударе будет задействовано большое количество высокоточных боеприпасов, особенно противобункерных бомб, включая им от всех бомб типа А учитывая, что гипотетический противник Америки закопался в грунт слишком глубоко, Нельзя исключать, что США будут решать свои задачи в предстоящем конфликте с применением как обычных, так и ядерных средств поражения, которому за последнее время Пентагонам приданы свойства высокоточного оружия. К примеру, ВВС США в Иране вполне могут нанести удары по ядерным объектам и раноавиационными бомбами свободного падения типа В-61-12. Ядерные средства поражения при этом резко увеличивают возможности ВВС США и позволяют одновременно поражать всю группировку и инфраструктуру противника, решая тем самым все задачи, присущие авиации в воздушных операциях с применением только обычных средств поражения. Если предельно коротко, то первоочередные задачи вооруженных сил США в этом конфликте можно сформулировать следующим образом в результате внезапного и чрезвычайно мощного первого авиационно-ракетного удара в течение самого короткого времени уничтожить ракетный потенциал и силы ПВО Ирана, резко ослабить боевые возможности ВВС и ВМС Исламской Республики, а затем перейти к планомерному уничтожению военно-экономического потенциала Тегерана. Ожидать вторжения крупных группировок сухопутных войск ВС США на территорию Ирана не следует. Достичь своих военно-политических целей США будут пытаться действиями исключительно военно-воздушенных, военно-морских сил и космических войск. В случае проведения общевойсковых операций на территории Ирана Пентагон в значительной степени теряет свое главное преимущество технологическое превосходство. Каков будет исход? В случае предстоящей воздушной кампании США против Ирана нет особой необходимости посчитывать количество и типы самолетов, озвучивать ТТХ крылатых ракет морского и воздушного базирования, перечислять разнообразные средства авиационного поражения, характеристики средств ПВО Ирана, анализировать соотношение сил и средств, давать прогнозы относительно начала и развития военного конфликта. Главное не в этом. Полагать, что режим в Тегеране способен дать мощный отпор потенциальному американскому агрессору, по большей части при увеличении. Вооруженные силы Ирана и корпуса Стражи Исламской Революции будут в достаточно короткий срок раздавлены объединенной американской и израильской военной мощью. Возможный военный ответ со стороны Ирана, по всей видимости, представляется минимальным. И это произойдет по следующим причинам. США обладают подавляющим превосходством над любым противником в средствах ведения радиоэлектронной борьбы. И технологически, тут отрыв просто гигантский, и в любых возможных количественных характеристиках. Все радиолокационные и радиотехнические средства вооруженных сил ИРИ с момента начала конфликта будут просто ослеплены. Помехи будут поставлены такой мощности, такой интенсивности и такого разнообразия, что с первой же секунды конфликта станет абсолютно невозможным функционирование системы управления вооруженными силами Ирана. Командование ВВС лишится возможности наведения на цели истребительной и бомбардировочной авиации. Надо отметить еще один принципиальный момент. США будут стараться наносить удары с рубежей и районов, до которых не смогут дотянуться большинство ударных средств Ирану. В этой связи основная задача Пентагона буквально в первые минуты компании нейтрализовать все части и соединения ракетных войск Ирана, имеющие на оснащении баллистические ракеты с весьма существенной дальностью полета. Удары иранских ракет могли бы быть очень эффективны, если бы они располагали ядерными боевыми частями. Однако обычные боеголовки в несколько сот килограмм, да еще с существенными промахами, не будут представлять большой угрозы для ВС США и их союзников. Конечный исход вооруженного конфликта между Ираном и США вызывал бы еще вопросы, если бы Тегерану удалось решить задачу круглосуточного огневого воздействия по командным пунктам, узлам связи, аэродромам, авианосным и корабельным ударным группам США и их союзников. Однако, насколько известно, Иран не располагает в достаточном количестве дальнобойными высокоточными средствами поражения в обычном снаряжении, способными функционировать в условиях сильного радиопротиводействия. Поэтому равноценного вооруженного противоборства между США и Ираном не будет. Автор Михаил Ходоренок, военный обозреватель газеты. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Михаил Ходоренок, право на данный материал принадлежат газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Материал помещен правообладателем. Материал помещен правообладателем.